Я на протяжении с марта месяца 2013 года исполнял обязанности председателя общества охотников-рубового Станично-Маганского района. В связи с тем, что сложилась очень сложная ситуация, при перезакреплении охотоводий, при открытии охоты в районе, были процедурно выполнены с нашей стороны все функции, но появились так называемые оппоненты, которые пытались на протяжении всего этого периода мешать работе организации. 19 октября была проведена районная конференция, невзирая на то, что было решение Совета областной организации УТМР продлить мой срок исполнения, как и исполняющей обязанности районной организации УТМР до 22 февраля. Согласно уставу, согласно всех инструкций, вышестоящая организация может принимать такие решения. На что председатель областной организации сказал, что якобы это решение отменено. И собрав коллектив из одной треть, согласно устава, первичных организаций, они провели конференцию. Соответственно, созвали кворум из делегатов и выбрали единогласным решением. Или как, непонятно. То есть есть решение, у нас есть выписка из протокола. Хотя и в этом случае были нарушения процедуры, причем очень серьезные, прямые. Были делегаты, не уведомленные в срок. Все эти действия обжалуются в судах, и как с моей стороны, так и со стороны делегатов. И вышестоящую организацию ТМР, и здесь, в судах Станично-Луганского района, в суде, и в городском. Сегодня я не имею права удерживать печать, оригиналы документов. Причем существуют очень серьезные вопросы, которые нужно уже в сроке принимать по ним решения. Это совместная, как говорится, работа с ветеринарной службой района после выкладки вакцинации и так далее. То есть буквально до 16 ноября нужно процедурные вопросы решить для того, чтобы был подход к следующему этапу открытия охоты на пушного зверя. Естественно, эти функции я выполнять не могу, потому как многие уже считают в районе первичных организаций, что у них новый председатель. Ну, то есть, по сути дела, заблокирована полностью работа. Я не могу работать ни с членами организации, ни с егерской службой, ни с председателями охотколлективов. В принципе, все эти действия обжалуются как в суде, так и в правоохранительные органы, где прошу квалифицировать их действия по статье 206 Уголовного кодекса, которая говорит о том, что это препятствие хозяйственной деятельности. Я хочу, как говорится, добровольно передать все оригиналы документов, печать, ключи от, скажем так, от организации, от офиса организации, скажем так, всю бухгалтерскую документацию, в общем, передать полностью все оригиналы. Так как эти вопросы очень серьезные, и документы, которые перезакрепление охотогодий на 15 лет, они, ну, это, скажем так, серьезный срок, оригиналы погоджен землекористовачами, распоряжений как райдержадминистрации, так и облдержадминистрации. Вот, поэтому я хочу добровольно передать правоохранительные органы, какая будет дальше судьба этого всего. Я не знаю, но, тем не менее, буду надеяться на решение суда. Я являюсь членом Стрельманской райсовета ООР с 92-го года. У нас впервые за много лет вот сложилась такая, ну, мягко говоря, конфликтная ситуация, которая в настоящий момент, где-то с апреля месяца полностью парализовала работу нашей общественной организации. Назначенный, исполняющий обязанности председателя России ТООР Богданов, исполнял добросовестно свои обязанности. Благодаря ему был выполнен большой объем работы. И, собственно говоря, я считаю, что именно благодаря ему у нас вообще открылась охота в текущем году. Было произведено перезакрепление земель в охотопользование нашей общественной организации, хотя многие в это время, используя вот как раз перезакрепление, вот это когда можно, как говорится, урвать землю, пытались воспользоваться. И это, собственно говоря, я считаю, явилось одним из причин вот этого конфликта, который у нас существует. Я выступал за нашу организацию, когда же должно быть сохранено, куда они должны вмешиваться в работу общественной организации, ни государственной на уровне, ни любые чиновники, ни любого ранга. Здесь было все это нарушено. Так жить нельзя. Общественная организация есть общественная организация. И если мы стремимся там в Европу или в Азию, то мы все-таки должны как-то соблюдать это в деле. Вот. Очень важный вопрос. Это печать. Завтра штампы, значки, шевроны передаем егерской службе ОТМР. Ну вот, вышли сырое дело. Претензий к сотрудникам нет никаких. Встретили хорошо. Отнеслись с пониманием. Нашли все материалы, которые закупированы были. Обращение граждан Савченко непосредственно нового председателя ОТМР. Значит, по описи очень долго занимались. У нас есть, как говорится, подпись, что принял райотдел полностью. Все оригиналы документов правоустанавливающих, кадровых, технических, печати. В общем, все-все-все-все, что, как говорится, должно находиться в сейфе организации, в админ корпусе. Значит, все это дело передано в райотдел. Ну и теперь будем ждать, как говорится, дальнейшей судьбы разрешения этого вопроса. Надеюсь, в судах восторжествует справедливость. И правоохранительные органы сделают для себя должные выводы, что в общественной организации лезть не стоит. Продолжение следует...